Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи в пожаре погиб 18-летний парень. Загорелась квартира в пятиэтажке на Макаренко. 23 протокола и один запрет на ввоз. Таковы итоги совместного рейда сотрудников таможни и ГИБДД. В Сочи появится карта ливневок. Такое поручение дал глава города коммунальным службам. Музыкальная история в темноте. В Сочи состоялась премьера инклюзивной постановки для детей с нарушением зрения. В Сочи во время пожара погиб 18-летний юноша. Возгорание в пятиэтажном доме произошло сегодня днем на улице Макаренко. Сигнал пожарным поступил в 12.17. Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В 12.40 огонь был локализован. С места происшествия эвакуировали трех человек. Пожар произошел в однокомнатной квартире, которую снимали приезжие мать с 18-летним сыном. Во время тушения найден обгоревший на 70% труп молодого человека. Мать на момент пожара была на работе. Ее вызвали на место происшествия. Женщине понадобилась помощь психологов. Что стало причиной пожара, сейчас разбираются следователи. 23 протокола и один запрет на ввоз. Таковы итоги совместного рейда сотрудников таможни и ГИБДД. Инспекторы ГАИ вместе с таможенным управлением вышли на дороги, чтобы выявить нарушителей правил ввоза автомобилей. В Сочи город приграничный, поэтому на улицах нередки машины с иностранными номерами. Во время проверки иностранцам, использующим временно ввезенный транспорт, были разъяснены нормы таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Одно из условий – за рулем должен сидеть человек, которому и выдано разрешение на управление машиной. В целом была проверена законность перемещения и использования почти 120 иностранных легковых и грузовых автомобилей. Выявлена иномарка, ввоз которой был просрочен. Ответственность за нарушение правил таможенного ввоза предусмотрена частью 1 статьи 12.3 Кодекса об инспективных правонарушениях Российской Федерации. Водитель подвергается административному штрафу. Движение транспортного средства по территории Российской Федерации ограничивается. На 23 водителей составлены административные материалы за несоблюдение требований автомобильной страховки. 12,5 тысяч человек будут охранять порядок на выборах. Подготовку к единому дню голосования в Краснодарском крае сегодня обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание провел губернатор Вениамин Кондратьев. 8 сентября по всему региону пройдут выборы. В основном среди глав сельских поселений и муниципальных депутатов. Краевой избирком зарегистрировал больше 12 тысяч кандидатов. Отдать за них свои голоса на Кубани смогут 2 миллиона 250 тысяч человек. Внемин Кондратьев отметил, что день выборов должен пройти безопасно и максимально прозрачно. Сегодня все, кто сидит за этим столом в Краснодаре, в муниципальных образованиях уже не раз проводили подобные выборы и прекрасно знают, что нужно сделать, чтобы по-настоящему было свободное волеизъявление жителей тех районов, где будут выборы проходить. Конечно, обеспечить безопасность участков с точки зрения антитеррористической защищенности. Это и в целом те места, которые будут у нас являться местами массового пребывания людей. Охранять общественный порядок будет 5,5 тысячи сотрудников полиции, 2 тысячи народных дружинников, разгвардейцы, сотрудники охранных предприятий, казаки. В целях обеспечения антитеррористической безопасности и непрерывности процесса голосования на территории каждого города и района создать резервные помещения, которые можно было переместить в работу участковых избирательных комиссий. На территории края проходит 540 избирательных кампаний. Нам предстоит заместить 6 321 выборный мандат. Исходя из количества замещаемых мандатов, избирательную кампанию, которая проходит на Кубани, можно назвать одной из самых масштабных в стране. Губернатор попросил создать комфортные условия для голосования пожилых людей и маломобильных граждан. Так, более чем на 530 избирательных участках будут использовать бюллетени для слабовидящих. А тем, кто по состоянию здоровья не может лично прийти на выборы, домой приедут волонтеры. Концепцию развития Краснодара рассмотрели на градостроительном совете. Совещание, в котором приняли участие представители краевой и городской власти, а также архитекторы и общественники, провел глава Кубани. Краснодар будет развиваться по агломерационной модели. То есть, при перспективном планировании до 2040 года учтут и близлежащие муниципалитеты, северские и Динской районы, а также горячий ключ. Хотелось бы, чтобы было меньше пробок, чтобы архитектура города была такой, знаете, обобщенной. То есть, не было таких старых зданий и высоток. Я думаю, что нужно еще расширять, добавлять больше природы именно в город. Мне кажется, что на самом деле достаточно парков. Ну, по крайней мере, нам их точно хватает. Если будет больше, то мы будем, конечно, рады. Больше зеленых зон, социальных объектов и простора на городских дорогах. Именно мнение краснодарцев стало приоритетным в вопросе разработки нового генерального плана краевой столицы. Пройдено уже большая половина пути. На градостроительном совете губернатору представили цифровой топографический план территории и подробный анализ. Каждый район разобран до максимальной точности. Где-то не хватает школ и детских садов, а где-то скверов и парков. Сегодня для развития Краснодара определили агломерационную модель. То есть, в документы войдут и близлежащие районы. Северский и Динской, а также горячий ключ. По мнению Бениамина Кондратьева, кубанскую столицу, в которой сегодня проживает полтора миллиона человек, необходимо развивать как раз за счет пригородных муниципалитетов. Сегодня рассматривать генплан Краснодара вне агломерации, которая потенциально может быть Краснодаром, будет неправильно. Андрей Анатольевич, может быть, надо нам глав районов пригласить те, которые потенциально уже являются городской агломерацией, потому что я бы не хотел, чтобы Краснодар потенциально прирос собачьей застройкой, которая сегодня отчасти стороны Динского района, Краснодару особенно, начинает формироваться. Поэтому здесь тоже очень внимательно нужно подойти к тем территориям, которые потенциально будут, пусть через 10 лет, не знаю, через сколько, но тоже будут Краснодаром. Чтобы мы потом не решали проблемы, которые сегодня, к сожалению, находятся в самом Краснодаре. Поэтому здесь внимательно надо посмотреть на генпланы, вы говорили, там, Динского района, безусловно. Если они будут такие, которые будут интегрироваться с генпланом Краснодара, чтобы территории, которые потенциально будут новым Краснодаром, они были продолжением, если нам удастся создать комфортного Краснодара. И тоже были комфортными зонами застройки. Генеральный план в том числе должен решить проблемы нехватки общественных территорий. В документе появится отдельный раздел, определяющий зеленый каркас территории. Сейчас на каждого краснодарца приходится два квадратных метра парков и скверов вместо положенных 16. Проблема в том, что чаще всего такие привлекательные территории становятся лакомыми кусочками для бизнеса. При возведении домов застройщики явно не думают об экологии. Чтобы на оставшихся зеленых зонах не появлялись новые квадратные метры, необходимо сделать их неприкасаемыми, уверен губернатор. Это решение также поддерживают и сами краснодарцы. Для сохранения максимально зеленых территорий был проведен опрос среди населения. 400 предложений, которые жители высказались, они уже в генеральном плане. По правовым статусам вопросов нет. Это вопрос, который необходимо дальше обсуждать и принимать решения. Коллеги, вы знаете, самый главный вопрос, чтобы выполнить, еще раз подчеркиваю, пожелания горожан. Правовой статус либо защитит их желания и оставит зеленые зоны как минимум навсегда, или не защитит. Это тот статус, правовой статус, который мы сегодня с вами выберем. Это по-честному. Это так оно и есть. Поэтому давайте выберем такой правовой статус, который защитит сегодня желания краснодарцев жить в зеленом городе. Давайте не допустим и не позволим никому расширять свой бизнес, неважно какой он, за счет зеленых зон Краснодара. Никому, ни ресторана, ни кафе, ни иные, даже очень, может быть, красивые объекты общепита не могут быть в зеленых зонах. Там, где они не должны быть. Место в генеральном плане краевой столицы нашлось и индустриальным площадкам. В Краснодаре сосредоточена треть всей промышленности Кубани. В градостроительном документе важно закрепить действующие промышленные зоны, в которых нельзя будет ввести жилую застройку. Промзоны давайте сосредоточим в понятном для всех месте, для горожан и для нас. Они как лоскутное одеяло. Промзона – микрорайон жилой, промзона – микрорайон жилой, промзона – микрорайон жилой. Но у нас и комфорта жизни не будет, и промышленности даже не нормально будет, когда через жилой микрорайон комфортно, я надеюсь, благоустроенные. Поедут большие машины, большегрузы в промзону. Давайте пока сейчас сами формируем генплан, сделаем так, чтобы промзоны оказались на окраине сегодняшней агломерации под названием «Большой Краснодар». И изначально их там заложим. Новый градостроительный документ также предусматривает и возведение социальных объектов. Например, к 2040 году в городе должно быть 211 школ и более 600 детских садов. Однако в Краснодаре не хватает свободной земли. Как решение этой проблемы, в будущем губернатор предложил закрепить за генеральным планом финансирование. Например, предусмотреть определенную сумму в бюджете под школы и детские сады. Давайте под генплан сразу будем резервировать бюджет и выкупать. Пусть на 5 лет, но четко скажем собственнику. Там, где у нас школа, детский сад, поликлиника, что в течение 5 лет мы у тебя участок выкупаем. Должна быть прозрачность. Поэтому если формируем генплан, давайте сразу под него предусматривать финансирование, в том числе под изъятие участков для школ, детских садов, поликлиник. И как положено еще под иные социальные объекты. Это будет и правильно, и по-честному. И тогда будет результативно. Не просто бумагу делать, а финансово обеспеченный документ, который называется «Градпланом». Финансово обеспеченный. По сути, на таких встречах определяет будущее Краснодара. Каким он достанется следующему поколению, что действительно важно сегодня сохранить в краевом центре. На всех этапах создания нового генерального плана проектировщики, архитекторы и общественники работали сообща. Документ должны разработать к концу года. А уже в начале 2020-го согласовать с краевыми и федеральными ведомствами. И, конечно, в первую очередь с общественностью. Абсолютно каждый житель Краснодара может наблюдать за этапами подготовки плана на специальном сайте. В администрации Сочи новые назначения у мэра появился новый заместитель Григорий Артамонов. Он же возглавил правовой департамент. Об этом стало известно сегодня на общегородской планерке. Там же сегодня объявили о завершении масштабной работы по самостроям и подняли вопрос о возобновлении работы паркоматов. Подробности в нашем сюжете. Правовых и имущественных вопросов сегодня в Сочи много. В ближайшее время администрация подпишет мировые соглашения по незаконным многоквартирным домам, в которых уже живут люди. Город готов не сносить определенные самострои при условии, что обманутые покупатели решат проблему с подключением коммуникации вопросами безопасности строений. Теперь эти вопросы будет курировать Григорий Артамонов, новый вице-мэр. Он окончил Московский университет МВД, работал в управлении делами президента и был советником губернатора Краснодарского края. Задача вновь назначенного чиновника – усилить работу правового департамента. Мы снесли уже порядка 12 многоквартирных самостроек и работа эта продолжается. Сколько у нас еще так намечены? Еще четыре намечены. Это тоже огромная работа наших правовиков. Вот самострои у нас, те, которые мы определили, 54. Как я уже сказал, 24 будут подписаны в мировые соглашения, остальные должны быть снесены. Порядка еще, наверное, восьми домов, которые надо сносить. И точка жирная в этом вопросе поставлена. А вот с разгулом непогоды точку пока ставить рано. Синоптики прогнозируют дожди, к последствиям которых глава города призывает всех подготовиться заранее. И в первую очередь изучить места расположения ливневок, своевременная прочистка которых позволит исключить скопление воды на дорогах. Такой информацией помимо специалистов водостока должны обладать и главы районов. Сделайте схему, еще раз говорю, по каждому району схему неблагополучных мест. Вот так пропишите. Центральный район вместе с главами районов. Центральный район. Что подтапливается у нас? Подземные переходы. Раз. Территория въезда в УВД. Два. Значит, тоннель под аредой. Три. И так дальше. Они еще, лава и замыслы, все знают. Быстренько напишите. По Лазаревскому району. В населенном пункте Варданель, где у них может случиться. В населенном пункте Кудепса, где у них может случиться. В населенном пункте Хоста перед больницей, где может случиться. Для чего? Для того, чтобы мы будем прописывать им теперь перед каждым штормом. Прописывать, чтобы в ручном режиме определить. И как только они этого не сделают, будем предъявлять им претензии. Нет ли в нем? Значит, построите, Владимир Васильевич. Это тонкие места, которые еще раз говорю, не из года в год. Кроме того, в Сочи снова могут заработать паркоматы. Функционировать они перестали в сентябре 2016 года. В городе их 30. Свою работу они прекратили из-за несовершенства законодательства. Сегодня вопрос решается. Глава города поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства расширить сеть паркоматов и, в принципе, количество платных прибордерных парковок. Вместо имеющихся 900, их должно быть 4000. Концепция разработана, и уже в декабре вопрос должен быть решен. Но именно сегодня горожан беспокоит другое – резкое увеличение численности белой американской бабочки. Хотя специалисты утверждают, что больше гусениц не стало. И на видео, которое разлетелось по интернету, можно наблюдать не нашествие, а процесс гибели вредителя. Особенность поведения гусениц такова, что после обработки она начинает массово падать с деревьев. То есть происходит шокирование, что ли сказать, и гусеница перестает питаться, и идет такой, удобно даже назвать, дождь из гусениц. В начале года городом принято решение об увеличении финансирования объемов на обработку муниципальных территорий. Достаточно. Обработки ведутся ежедневно. На муниципальных территориях, в скверах, парках, вдоль дорог встречаются маленькие незначительные очаги. Скопление гусениц возможно на территориях многоквартирных домов. И здесь вопрос к управляющим компаниям. Обработка зеленых насаждений на придомовых территориях – их прямая обязанность. В мэрии уже есть черный список. За нарушение карантинного закона управляющие компании могут лишиться лицензий. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 21 августа в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Кубань вышла на финишную прямую в подготовке к грядущему отопительному сезону. Об этом сегодня журналистам рассказал глава региона. Почти 5 миллиардов рублей направлены на модернизацию и ремонт жилищно-коммунального комплекса «Края» и объектов социальной сферы, отметил Бениамин Кондратьев. К работе уже готовы более 1700 котельных и порядка 2000 километров тепловых сетей. С 2016 года мы ведем системную работу по замене не менее 5% тепловых сетей и модернизируем котельные. Эти меры уже привели к существенному снижению аварийности в регионе в зимнее время. Только в 2019-2020 годах мы заменим 152 километра тепловых сетей и отремонтируем 45 котельных. В этой работе мы успешно используем механизм государственно-частного партнерства. В этом году также заменили более 1 километра теплотрассы от Краснодарской ТЭЦ по направлению к центру города. Инвестиции составили более 100 миллиардов рублей. Магистраль не ремонтировали около 60 лет. Как отметил губернатор, в течение 7 лет предстоит заменить всю теплотрассу, а это 10 километров. Среднестатистический сочинец накапливает 383 килограмма мусора. В Краснодарском крае утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление за подписью губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на официальном сайте краевой администрации. Отдельно прописаны нормативы для многоквартирных и частных домов. Для муниципальных образований первой категории – это Краснодар. Норматив накопления ТБУ для физических лиц – это чуть больше 358 килограммов в год в многоквартирных домах и свыше 503 килограммов в частных. Сочи отнесен к муниципалитетам второй категории. Подсчитано, что за год жители многоквартирных домов курорта накопят 383 килограмма 300 граммов мусора, а владельцы ИЖС – почти 418,5 килограммов. Исходя из этого норматива, будет рассчитываться стоимость вывоза отходов. Всего подразумевается пять категорий населенных пунктов. К примеру, к третьей категории отнесены Новороссийск, Анапа и Геленджик, к четвертой – Армавир, Горячий Ключ, Абинск, Абширонск, Белореченск и другие райцентры, а к пятой – все остальные населенные пункты края. Кстати, жители Краснодарского края тратят на еду больше, чем в среднем по России. 36,3% своих доходов, тогда как в России этот показатель составляет 32%. Это данные Росстата по итогам прошлого года. Показатель увеличился по сравнению с 2017-м почти на 1,5%. Одновременно уменьшилась доля, выделяемая на покупку одежды и обуви. Больше всего в прошлом году тратили на продукты питания жители Ингушетии и Дагестана. Самый маленький процент трат на еду в общей структуре расходов показали жители Москвы, Хантамансийского автономного округа и Республики Татарстан. В Сочи изменили время работы общественного транспорта. Изменения вступили в силу сегодня и продлятся до воскресенья 25 августа. Из-за проведения на площади Южного Мола и Медальной площади вечерних концертов автобусы будут ходить до полуночи. Изменения коснулись 11 городских маршрутов. Среди них номер 4, 6, 19, 30, 38, 43, 48, 75, 87, 92 и 125С. Также на эти дни запущены 8 дополнительных электричек «Ласточка». Музыкальная история. В темноте в Сочи состоялась премьера инклюзивной постановки для юных зрителей с нарушением зрения. Спектакль в музыкальном королевстве показали в зале органной и камерной музыки. Спектакль проходит практически в полной темноте. Постановка лишена визуальной составляющей. Юным зрителям с нарушением зрения предлагают включить фантазию и воображение. Спектакль в музыкальном королевстве знакомит детей с инструментами и их историей. Скрипку, альт, виолончель и флейту они не только слышат, но и могут потрогать. Инструменты приобрели специально для постановки на средства президентского гранта в рамках программы «Сочинская филармония. Неограниченная жизнь». Мы создали целый цикл различных и концертов, и спектаклей для разных категорий групп инвалидов. Так, например, для людей с нарушением слуха мы показываем спектакли с субтитрами или с сурдопереводом путем их адаптации. Для людей с нарушением зрения мы создаем новые формы концертов и спектаклей, которые направлены на другие формы восприятия и органов и чувств, основанные на тактильном взаимодействии, на запахах, на звуках. Музыкальная история в темноте – это инклюзивный спектакль. Увидеть инструменты не глазами, а руками и насладиться классической музыкой смогли все желающие. У Нины Бегян зрение слабое, но зато слух очень острый. Именно поэтому она любит легкую классическую музыку. Эта музыка и красивая, и спокойная. Ну, не вот такая вот, как вот такая бух-бух, это не понять, что от нее, и уши, и голова болит. А это и красиво, и волшебство, и спокойно, и чудо. Очень нам понравилось. Мы бы с удовольствием посетили бы подобное мероприятие, именно в таком режиме спокойном, тихом, не агрессивном, с небольшим количеством гостей. Это имеет значение. Неограниченная жизнь – это целый цикл спектаклей и постановок. В ближайшее время зрителей с ограниченными возможностями здоровья, но с большим стремлением к участию в культурной жизни, ждут концерты органной музыки. Кстати, для целевой аудитории их проводят абсолютно бесплатно. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Из Сочи в тропике в парке Дендрари открылся сад птиц. Как живется на курорте австралийским Амадином, карликовым горлицем и бабочкам из Коста-Рики узнала наш корреспондент Татьяна Говоркова. В этом помещении, оформленном в азиатском стиле, действительно, как в тропиках. Жарко, температура 25-28 градусов. Но именно такие условия оптимальны для жизни этих ярких и забавных пернатых. Птицы посетителей не боятся и готовы часами позировать на камеру. Этот сад является гармоничной составляющей вообще сочинского дендрария, сочинского нацпарка. Он очень тематичен. Это символ Азии. Здесь находится около 80 птиц. Несколько групп ярких тропических птиц. Это тропические австралийские амадины, боробьи, проще говоря. Здесь находятся такие очень изящные австралийские же горлицы и маленькие китайские перепелки. А звуковое наше сопровождение – это, прежде всего, конечно, канарейки. Сад находится в верхней части парка дендрарии. Помимо птиц здесь можно увидеть рыб, черепах и кроликов. И все они живут своей жизнью. Тем не менее, в птичьем обществе, как и у людей, случаются ссоры. Эти попугаи не случайно сидят в клетках. У нас один герой, замечательный красноголовый попугайный Амадин, решил сходить в гости к попугаю и попробовать из его кормушки. В результате чего получил по голове. И вот видите, теперь сидит в медицинском изоляторе. Эти клетки в саду как больничные палаты, чтобы птицы в таких случаях могли спокойно прийти в себя. Кстати, вопросом здоровья здесь уделяется особое внимание. Специалисты круглосуточно следят за состоянием птиц и подкармливают витаминами. Приносить свой корм посетителям запрещено, но при желании только под наблюдением экскурсовода можно покормить с рук. Красота и в соседнем саду. Здесь живут бабочки, привезенные из Коста-Рики и Филиппин. Их тут около сотни. Больше нельзя, будет не так просторно. Внутри также душно для людей, оптимально для бабочек. У каждого вида свои особенности и пристрастия. Одни питаются нектаром, другие – фруктами. Одна группа бабочек активна утром, другая – вечером. А эта красавица здесь в единственном экземпляре. Но жизнь ее, к сожалению, очень коротка. Ночная бабочка живет всего четыре дня. Другие – до двух недель и даже до месяца. Человек оказывается среди бабочек, среди птиц. Бабочки и птицы не обращают внимания на человека. Живут своей жизнью, занимаются постройкой гнезд, бабочки ищут пары. Но при этом выставку нельзя назвать контактным зоопарком. То есть самое главное – контакт свести до минимума. И живые существа сами выбирают ту силу контакта, которая для них возможна и допустима. В ближайшее время в Дендрарии может появиться новая экспозиция редких реликтовых растений. Музей под открытым небом разместится в северной части парка. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.